поехали отличная программа фэйк-ньюс но теперь фэйк-ньюс на карантине сидит дома да фэйк-ньюс на карантине маша на карантине она приехала из латвии как так получилось почти две недели назад я вернулась из латвии и теперь находится на самоизоляции сначала написали потом звонили и сказали что я должна самоизолироваться в обязательном порядке на две недели в общем выходить из дома мне нельзя самая популярная рубрика коронавирус спустя еще неделю у меня поднялась температура и теперь колеблется ну примерно как курс рубля и как с ним бороться и хватит лепить мне все подряд на лицо чем лечат на федеральных каналах близкие люди ванги они утверждают когда отступит коронавирус и что спасет мир от этой болезни цену лекарства от коронавируса не смогут найти но исцелиться можно будет сибирской шишкой кедра вы серьезно даже применяют специалистов таких древних как ванга расшифровывают ее слова как зачитывают вместо земли ядерной чумы и кори великие расцветут принося страдания врагам лицемерной орлицы что это значит начало войны который развяжет сша при помощи генетического оружия тимур беги беги тимур беги форест беги хорошему там не научат а что же в это время у нашего классного старинного друга ведущего малахова но и начинаем мы с нашего специального гостя это сам коронавирус лучше его убить прямо сейчас где я вот сижу и думаю интервью с коронавирусом сам коронавирус пришел дать интервью отлично так давайте посмотрим а что же в это время происходит на канале россия 1 что же скажет наш любимый пеплоистребитель наш кисель у нас в россии к счастью коронавирус пока под контролем да еще одна важная деталь по-прежнему коронавирус россияне домой привозят прежде всего из-за рубежа давайте глянем как там на первом канале как дева идут гулять можно и нужно а когда человек сидя на своем гектаре говорит что сидите дома он извини меня идиот я все-таки не удержусь от этого слова и те кто его оправдывает в этой ситуации и я идиотка ну ладно а заметь не я продолжаю программа артем шейненадий ну мы видим что тут мнение разошлись кардинально разошлись а что же скажет наш президент однако как уже говорил ранее маман пришла мой любимый критик который правду говорит прямо в глаза ничего не боится мы 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 что делаем объявляю следующую неделю не рабочие ну в принципе все логично у нас ведь не взрыв а хлопок рубль не рухнул отскочил а значит не карантин а каникулы уважаемые граждане россии а то есть карантин то есть выходные дни продлятся суббота 28 марта по воскресенье 5 апреля очень хорошо очень хорошо очень хорошо нет не для всех нам нам не заплатит кроме аптек больниц транспорта производственных столовых банков магазинов продовольственных еще органы власти органы власти пусть не работают ясно не для всех этих не жалко кто-то должен пострадать или как в трех мушкетерах да но тут денег только на дорогу туда а обратно могу вас успокоить обратно мы вернемся не все а вот что сказал сергей собянин по поводу того что метро все прекрасно некоторые ресурсы публиковали информацию о якобы закрытии столичного метрополитена на карантин и это неправда метро вообще невозможно остановить это самое лучшее там все дезинфицирует все протирают это самое лучшее метро и она полностью без опасно без опасно нам нельзя его закрывать потому что это огромный сложный механизм метро технологически создана так что поезда должны постоянно курсировать прокачивать воздух чтобы все сети были в надлежащем состоянии останавливать его это означает потерять его на долгие месяцы потом он не будет восстановлен если мы остановим метро потом полгода будем восстанавливать поэтому при любой ситуации метро будет работать поэтому это просто какая-то чушь и глупость будь чушь всякие собирают там надо постоянно гонять поезда чтобы он гонял воздух это огромная вентиляционная система гоняй поезда гоняй но без людей понимаешь без людей если тебе его не восстановить по какой-то причине на украине его закрыли других местах тоже я слышал закрыли а у нас его будет не восстановить и все бы ничего если бы за этим не стояла вполне определенная история денег что не будет это да это ты потеряешь просто денег нет вы держите здесь вам всего доброго хорошего настроения но тебе скорее всего проще потерять людей чем закрыть метро хорошего вам настроения и всего доброго здоровья главное здоровье главное это здоровье вы держите здесь просто денег нет внимание следующая неделя объявляется по всей стране нерабочей карантин в россии вводится с 28 марта по 5 апреля с сохранением для всех заработной платы но не всем все свободны штирлиц а вас я попрошу остаться просто денег нет хрис 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 Продолжение следует...